Буэнос Диас Рыба Робин Гуд Брызгуны, как и мы с вами, обладают бинокулярным зрением, то есть могут фокусировать оба глаза на одном предмете, что значительно упрощает такой момент, как прицеливание и корректировка с поправкой на преломление воды. Местом для наиболее удачного плевка с минимальным преломлением является непосредственно прямо под добычей. Для того, чтобы максимально метко попасть струйкой воды по сидящему на ветке жужику, брызгуны дополнительно высовывают морду лица сантиметром на 2-3 над поверхностью воды. Взрослые брызгуны практически с первого выстрела попадают по добыче. Если брызгун начал обстрел насекомого и у него это не получается с нескольких попыток, к нему резко присоединяется группа поддержки из других брызгунов, потому как в природе они живут и перемещаются небольшими стайками. Примерно как у нас любители красных магазинок и кепок FBI. И уже совместными усилиями начинают арт-обстрел несчастного чешуйчатого звездокрыла. Ну и понятно, кто шустрее, тот и слушал. Поэтому, дабы не привлекать лишнего внимания своих подельников к предполагаемой добыче, брызгуны также могут выпрыгивать из воды на небольшую высоту и ловить насекомых прямо с ветки. Прыгают они, конечно, не как Сергей Бубка с шестом, но на 2-3 длины своего тела вполне успешно могут выпрыгивать и ловить различную шестилапую нечисть. Что примечательно, сила напора выстреливаемой струи воды в 6 раз превышает силу мышечной массы самой рыбки. Примерно как если бы дворовые гопники, сидящие с пивасиком, могли бы плевать шелухой от семечек метров на 20 вперед. В природе брызгуны не питаются исключительно насекомыми. Они отлично поедают различных червей, пауков, рачков, а также мелкую рыбешку. То есть являются, в принципе, всеядными. Ну и, исходя из этих моментов, нужно ориентироваться уже на их содержание в аквариуме. То есть, для того, чтобы создать максимально приближенную среду обитания для этих рыб, объем аквариума должен быть около 300-400 литров. Уровень воды в аквариуме должен быть ниже на 15-20 см в кромке самого стекла. Пространство над поверхностью желательно закоряжить различным хворостом и растительностью, на которую можно уже высаживать различных насекомых, дабы стимулировать у брызгунов их природное поведение. Также следует учитывать, что рыбки не только прыгучие, но и будут поливать постоянно крышку аквариума. И крышка аквариума изнутри со временем будет заплевана, как тамбур в поезде Одесса-Житомер. То же самое касается и освещения. Лампы обязательно должны быть влагозащищенными. Ну а само освещение должно быть не сильно ярким. Как я сказал вначале, рыбы обитают как в пресной, так и в соленой воде. Оптимально, конечно же, солоноватая вода. Соседями для них могут стать аргусы, монодактилы и зеленые тетрадоны. То есть все те рыбы, которые также отлично живут в подсоленной воде. Различную мелкую рыбеху в качестве соседей они будут рассматривать только как аперитив. Все эти условия содержания, как вы понимаете, не совсем подходят для начинающих аквариумистов. Поэтому стоит дважды задуматься, прежде чем покупать такую рыбу. Ведь помимо покупки кормовой базы, то есть различных сверчков и тараканов, вам придется еще и следить, чтобы живой корм не дезертировал из аквариума. Согласитесь, проснуться утром и обнаружить, что у вас на подушке сидит какая-нибудь туркменская кукарача и нагло шевелит усами, будет не совсем приятно. На этом заканчиваю свой небольшой обзор этих ворошиловских стрелков, именуемых полосатыми брызгунами. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Присоединяйтесь к моей группе в Facebook и ставьте пальцы вверх. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!